Привет! Сегодня я хочу предложить вам замечательный рецепт пасты и очень быстрый. Это фетучини с копченым лососом или фетучини асалмур. У меня тут фетучини 500 грамм, лосос 200 грамм, сливки 275 грамм, два куска сливочного масла, один лук, лучше взять красный, пармидиану по вашему вкусу, чуть петрушки, соль крупная и перец молотый. Тут у меня закипает вода, в которую я уже положила крупную соль. Сейчас в сковороду с толстым дном положу кусок сливочного масла, растоплю. на средней температуре, добавлю лук и совсем чуть-чуть его поджарю. Лук стал мягким и я добавлю немного салмони, совсем чуть-чуть и петрушку. Вода закипела, я добавлю туда фетучини. Перемешиваем. Теперь добавлю сливки. Аккуратно перемешаю. Добавлю совсем немного соли, чуть-чуть. И перчика. И протушу несколько минут на минимальной температуре. Пасту вытащу на 2 минуты раньше и переложу в сковороду. Моя паста практически готова. Сейчас я ее переложу в сковороду аккуратненько. И доведу до полной готовности. Воду, в которой варили пасту, не выливаем. Мне понадобится оттуда половник-два воды. Пасту я переложила. Добавлю для начала два половника воды, в которой варилась паста. Перемешаю. И доведу пасту до готовности. Вот так буду перемешивать. Добавлю лосось. И тоже хорошо перемешаю. Вы можете порезать помельче кусочки. Я крупно порезала. Можете порезать помельче. Паста не должна быть сухой. Поэтому, если вы видите, что не осталось соуса, добавьте еще немного воды. Вот так должна выглядеть паста. Выключаю плиту. Добавлю маленькие кусочки сливочного масла. Пармезан. И все хорошо и быстро перемешаю. Пармезана можете добавить больше. Все на ваше усмотрение. В этот момент можете добавить и оставшуюся петрушку. Либо просто украсить тарелку при подаче. Это очень вкусное блюдо. Очень любим его с семьей. Вот такая она кремообразная получается. Не сухая. Все. Сейчас я буду подавать к столу. Сейчас я буду подавать к столу.